Доброе утро. Доброе. Мы опять утром. Мы так дико извиняемся. Прошлое воскресенье. Это из-за меня. Ну на самом деле надо порадоваться. С другой стороны, я хочу вас всех поздравить с двумя вещами. Первое, я хочу вас поздравить, что вы пережили очередной конец светы, мы пережили очередной свето-представление, очередной апокалипсис. Ты правильно сказал, свето-представление. Да, да, да. Сегодня в 5 утра мы его пережили. Да, мы пережили. А ты верил, что оно будет? Я верю каждый аст. Я даже писал в фейсбуке, ну неужели вот оно уже будет? То есть ты и пастором, и ацтеком. Однозначно, я верю вообще всем. А ты верил, Саша, что будет конец? Нет? Я тоже нет. Ну он поздравил, что он был слишком манючий. Я скажу, почему я не верил. Можно я скажу? Ну как скажи. Я скажу, потому что конец света был уже. Поэтому как он может повторить? В 17-м. В каком 17-м? В 17-м. Нет, в 17-м он был 17-й раз. В 1917-м, да. Он был много раз уже. Как он может повторить? А зачем нам столько концов? Ну ладно. Ну, знаешь, у змея Гонореича, у него же три головы. И каждая свои половые вопросы решает сама. Ну, извините, я лично, как человек образован, знаю только квадратный многочлен. И возвращаясь к теме нашей встречи... Ты уверен, что мы правильно сделали, что сегодня сюда пришли? Посмотри, какой он нудный. Он всё время нам какую-то тему говорит. Он вежливый. Он единственный интеллигентный человек среди нас. Давай его пристрелим. Ну, а кто тогда будет единственным интеллигентным человеком? Ну ты подумаешь, зачем нам в России интеллигентный? Нет. О-о-о. Обязательно. Да. Русскому человеку... Русскому человеку... Русскому. Русскому. Обязательно должно быть стыдно. Обязательно должно быть стыдно. Чтобы ему было стыдно, он должен иметь перед собой пример. Это вот этот... Ну ладно. Господи, ну я-то... Я-то что здесь делаю? И пример. Нерешаемый, батенька, пример. И возвращаясь к теме... И возвращаясь к теме... Отвернул к теме. Не хочу. У нас нет такой темы, не хочу. Да. У нас, на самом деле, есть ещё вторая вещь, которую я хочу вас поздравить. Нам сегодня всем 50. У нас юбилей. Мне снова 50. Тебе столько, что я помолодел. Мне 7 лет назад мне было 50 и снова. Да. Да, кстати. У нас сегодня юбилей. Бухнём за юбилей. За вас, дорогие. Нет, нет, нет. Не за них. Всё это за нас. Они вытерпели нас 50 раз. Это их личное дело. Причём они не все вытерпели. Кто-то ушёл. А кто-то пришёл. Да, да, да. Поэтому за нас, которые 50 раз смогли сделать то, что они хотели. Это эпоха. Учитывая наш возраст... Да, да, да. Учитывая наши старческие возможности, мы героические мужчинки. Геморро... Определённо. Да. Мы геморроические... Определённо. Да. И, короче говоря, 50. С индивидуальным подходом. Да. Геморроистические. Да. И у нас сегодня будет, наверное, странная тема. Честно говоря, я в силу своего маразма, юбилей всё-таки, забыл всё это название. Саш, как называется тема? Сегодняшняя наша тема звучит так. Исход профессионалов. О! Библейская, библейская тема. Да. Тема исхода... Имеется в виду из нашей жизни. А, то есть бытие, исход и так далее. Ну понятно. Исход бытия. Исход бытия профессионалов. Числа, числа. Первое исход. Судьи. Потом бытие. Судьи. А судей кто? А судей нету. Да. А судей нету. Судьи. Да. И тема, на самом деле, странная, можно сказать. Но, с другой стороны, для меня, как я представляю, точнее, не для меня, а как я взираю на ситуацию... Ну, сейчас мне опять начнут кидаться тухлые помидоры. В России последних... Чтоб меня при этом посмотрел. Да. В России... Да тебе не хватает. Пусть пьёт чай вообще. Вот. В России последних, наверное, лет двадцати, с неким таким вектором, причём, скажем, постоянно углубляющейся или возрастающий, вернее, вектор, то, что в России как раз именно происходит глобальная непрофессионализация всего и вся. Да. Я тут, да, ещё увидел совершенно дурацкий ролик в Фейсбуке. Там говорилось... Там такой был провокационный ролик определённого цвета, что было бы с Россией, точнее, с Россией, а с СССР, если бы она вступила в ВТО. Вот. Там меня сразу уже побили за этот ролик, потому что не поняли моего сарказма, но суть не в этом. Вот. Я хотел сказать о том, что, на самом деле, началось это, конечно, наверное, ещё даже перед перестройкой, всё постепенно. Вот. Может быть, даже намного раньше. Но то, что началось в девяностые и усилилось, причём, на мой взгляд, усилилось именно в нулевые. Потому что в девяностые сперва был, когда людям разрешили делать всё, был очень большой взлёт всевозможных, скажем так, раскрытий талантов. Да, были, скажем так... Покойтак, что-то делать. Да, да, да. Потому что люди понимали, что вот сейчас, вот именно сейчас, они могут наконец-то, не знаю, точить матрёчек, горбачёшек, писать какие-то картины, там, издавать книги, которые никогда в жизни бы никто не издавал. И дальше что-то делать. Начали что-то производить. Потому что бум производства, можно судить о его качестве как угодно, да. Можно сказать, там, это был всё хлам, мусор. Я сам говорю, что половину книг я бы сжёг на костре, как нацисты в своё время, скажем так, то, что издавался тогда. Это так, да. Ну, заключается в том, что люди хотели это делать. Люди хотели что-то делать своими руками. Люди хотели творить, снимать, там, не знаю, ставить, там, не знаю, строить, всё что угодно делать. И чем дальше, я смотрю, это стало превращаться в другое. Как вот знаменитая реклама дурацкого порошка ДОСЯ, да, то есть, когда там говорят, что если эффект тот же самый, зачем делать лучше, да. То есть, грубо говоря, зачем платить больше, если эффект тот же самый. Они и так говорят. Они говорят, зачем покупать дорогое, если дешёвый и имеет тот же эффект. Да, это, в сути, то та же самая. То есть, и я вот сейчас представляю себе весь бизнес, вообще в России нет бизнеса. Вот. Ну, скажем так, то, что в России называется бизнес, мы представляем сплошным таким порошком ДОСЯ. Потому что, если, скажем так, можно делать плохо, зачем делать хорошо? Потому что выход будет одинаковый. Поэтому, зачем что-то делать вообще, когда можно просто продавать. И вот сейчас постоянно иду, у меня просто уши сворачиваются в трубочке, охота забиться куда-то под лавку в метро. Я слышу, что с всех сторон только куплю, продам, а мы продаём или мы покупаем и так далее. То есть, человеку даже, по большому счёту, без разницы, главное понять, мы продаём или мы покупаем. Тогда уже какая-то картина в голове вырисуется. Я практически не слышу таких вот, скажем так, конструктивных каких-то речей. И для меня был как бальзам, когда я недавно был в Екатеринбурге, и я сидел в одной кофешке, уже довольно-таки поздно, и напротив меня села группа очень молодых людей, поедём в архитекторах, может, Кафушко был рядом с Архом, вот, Екатеринбургским. Они обсуждали какой-то свой проект, и они на полном серьёзе говорили о том, что надо пойти в банк, взять суду. И они сидели заранее, думали, как им сделать так, и просчитать, чтобы они на покупаемость вышли, смогли отдать суду. Они об этом подумали. И я подумал, господи, ну, Василий, наверное, не совсем, ещё кирдык, раз вот есть вот такие по 20 с небольшим лет, которые об этом думают. Вот. Это вот единственное, что меня порадовало. Понимаешь, вот за все, наверное, по крайней мере, ну, за 10, я впервые услышал такую конструктивную вещь, которая меня, старого козла, порадовала. Вот это, пожалуй, тот, как говорится, кусок темы, который мой. Я не знаю, как там Саша видит и так далее. Вот я рассказал то. Меня это удручает. Меня удручает страна, превратившись в большой-большой-большой базар. Да? Именно буквально я тут упомянул этот ролик про то, что там Россия бы скоровалась, точнее, Россия бы скоровалась отступила бы этого ещё тогда. Вот. На самом деле, для меня это было как раз показательно не с той точки зрения. Мне абсолютно плевать было та красно-коричневая тематика, которую вложили в этот ролик. Вот. Мне был важен именно тот смысл, который говорил о некой деградации производства. В России сейчас нет производства. Худо-бедно, у нас всегда не было хороших автомобилей и так далее. У нас было некое производство, причем некоторые вещи были реально серьёзные и качественные. У нас были хорошие автомобили. Я знаю, да. Камазы до сих пор хорошие автомобили. Почему Камазы? У нас была прекрасная, Волга-21. У Нива, кстати, тоже неплохой автомобиль при всех их минусах. Не знаю. А мне нравилось. У меня была Нива. Давайте о частности всё-таки не говорим. Да-да-да. Мы говорим о том, что некогда, не так давно ещё, как нам кажется, было время, когда люди относились к труду, к его… Ну почему? Мы могли создать кооперативы. Ну это… Нет, я имею в виду раньше. Я и говорю, нет, кооперативы в 70-х годах появились. Ну… И жилищные. Нет-нет, не жилищные. Ну какой процент поселения было в этом задействовать? Любой, кто хотел создать. Мало предприятий мог сделать любой человек. Вмешь в виду цеховиков-то, да? Да-да. Нет, ну Андрей, это было мизерно. Это было. Было мизерно. Можно было и сельскохозяйственное, и промышленное, и мелкий бизнес. Но, Саша, в том, что это не оказывало влияния на экономику. На экономику нет. Где работали люди? Промышленность и сфера обслуживания. Да. Это два таких огромных… Ну, там… Ну да, сфера обслуживания. Погодите, если бы я еще перебью, что было к этой картине, что ты говоришь, тоже срешок. Недавно было обращение, причем, некоторых наших… Я забыл, как эта группа называется, ну, кто все-таки еще пытается заниматься производством, они пытались бить тревогу о том, что, предположим, все фруктовые соки в России делаются из импортного сырья. То есть, вообще, никакие фруктовые соки в России не делаются из отечественных яблок, апельсинов, из яблок, персиков и так далее. Не делаются. Слава, не слава, но извини меня. Нет, нет, но… Это можно делать в России. И это делался очень хороший сок при России. Слушай, я бы хотел вернуться чуть назад, потому что меня интересует в той проблеме, которую ты обозначил, отношение ее истоки, корни, да, отношение человека самого к этому. Работать ему как или не работать и почему? Я думаю, что в те годы советской власти, о которых я заговорил уже, вполне не хотел работать, можно было не работать. Можно было легко. Значит, 90% сотрудников НИИ приходили, кто вязал носки с женщиной, кто там, и получали зарплату. Это не о чем. И работали только те, кому почему-то это было нужно. Интересно. Ну вот, в частности, мой отец. Его пример все время перед глазами у меня. Ему было просто интересно. Больше ничего. Это был единственный движитель его действий. Значит, ну для мужчины это очень важно. Я могу согласиться с тем, что… Заходите, заходите, не бойтесь. Для женщины есть понятие семья и там свои дела. Но для мужчины это очень важно. Ну иначе ты начинаешь сходить с ума. Это неправильно. Да. Так вот, тогда это было определенно с желанием. И, в принципе, тебе не очень сильно мешали. Тебе мешали. Мешали оформить авторское как надо, если ты хотел. Были препоны. Но они не носили глобальный экономический характер, как сейчас. Когда ты хочешь сделать то же самое, но ты не можешь делать по вполне определенной причине. Ты знаешь, у меня есть один интересный пример. Я тебя перебью тут. На заре перестройки была такая штука, называется бригадный подряд на заводе. Я некий период времени… Потому что я раздваивался. На то, чем я занимался, денег не приносило, а деньги были нужны. Я, соответственно, параллельно еще устроился работать на завод, на шинный завод. Вот я делал покрышки. Точнее, я был резчиком, который резал для покрышек, собственно говоря. Вот. И я был в бригаде, которая сплошь состояла не из местных, скажем так, из лимиты. Вот. И они работали на бригадном подряде. И я помню, что там упахивался, что Саша носил, и мы получили новые большие деньги. Я зарабатывал. Это был… Какой же это год был? Ну, короче говоря, это был конец 80-х. Я зарабатывал почти 400 рублей. Отлично. Это безумно большие деньги. Работягам давали заработать. Погоди, погоди. Дело в том, что я решил заработать как-то побольше, и я остался на вторую смену. Я попал в другую бригаду, в которой работал вторую смену. Я просто удивился. Порезали две покрышки, пошли отдыхать и так далее. И я просто потом поинтересовался. Они зарабатывали сто с чем-то рублей. Они могли делать все то же самое. Они были местные. Им было это не надо. Вот. А вот я так получил, что по счастью попал в бригаду, скажем так, из лимиты. Те просто рвались вообще. Они делали безумно много и зарабатывали большие деньги. Вот. Я почему-то привел пример. А то, что сейчас ты говорил. Кто хотел работать. Вот, пожалуйста, был бригадный подряд. Вот. Они хотели зарабатывать много денег. Им было надо. Вот. Они рвались, они зарабатывали много. Там просто приходил, просто умирал, падал после этой работы. И вот свободная работа, когда большую часть времени там играешь в домино, там орешь что-то, ходишь там. Клуб поинтересам. Да, да, да. Такой вот. Клуб русских бухариков. Ты знаешь, по большому счету, ну вот по гамборскому счету, я считаю, что до сих пор этот тезис имеет место. Нужно очень сильно чего-то хотеть. Наше желание вообще является двигателем нашей жизни. Как говорил Михаил Михайлович Шаванецкий, не очень хочешь, не очень получаешь. Вообще всего. Совершенно. Не только денег. Но другое дело, что сейчас, конечно, сложнее при наличии этого желания действительно добиться в каких-то областях, сферах, да, довести до конца начать что-то вот такое не продавательное, а промышленное, еще что-либо. Это правда. Это правда. К сожалению, государство действительно не хочет об этом в сотый раз говорить, повторять. Действительно, совершенно не настроено поддерживать это внутри страны. Проще купить кур где-то, мясо где-то, чем вложиться, занять людей. Ты знаешь, почему проще? Потому что, так иначе, ты тоже связан с производством, отчасти, и ты прекрасно знаешь, наверное, эти моменты. Что именно из-за разрастания колоссального бюрократического аппарата, в первую очередь из-за этого, стало намного сложнее любому молодому, в том числе, о котором я упоминал, человеку, там, не знаю, группе людей, создать какой-то новый проект. Намного сложнее пробиться. Потому что намного больше миску надо занести деньги. Намного больше, чем в 90-е рэкета. Намного больше. Да, да. Причем он не видит каких-то ребят таких. Вот он другой, но он страшнее. Да. С ними договориться было проще. Намного. Потому что они были деловые люди. Дело даже не в этом, деловые или деловые. Они были конкретные. Конкретные. Они были чисто конкретные. С ними можно было договориться. Они это бюрократическое болото, которое ты… Которое не всегда понимаешь, и которое очень хорошо берет свои слова обратно. Такие хозяева свои слова. Я отдал слово, я взял. Да? Взял обратно. То есть это и есть конкретные действия государства самого. Да. Не бандитов, как частных людей. Нет. А именно государство, которое делает именно это. Просто я сейчас говорю, что государство не заинтересовано в малом и среднем бизнесе. Государство не заинтересовано в производстве. Государство заинтересовано в, по-видимому, ну просто в сиюминутной прибыли. А развитие будущего абсолютно не интересует. По большому счету, да. Меня вот это удручает. Это говорит о том, что у этой страны нет будущего. Да. Это грустно. Это ужасно. Можешь еще раз повторить? Я могу десять раз. Повторите, постоль. Наверное, уже лет десять. Может быть, не все раз слышат? Я десять лет пишу об этом везде, где только могу написать, на любом заборе. И, кстати, исход профессионалов, он, разумеется, касается всех сторон жизни. Абсолютно. И политики. Потому что там нет профессионалов. Люди, которые сейчас занимаются политикой, это не профессионалы, и это не политика. Потому что понятно почему. Потому что нет ни конкуренции политической, нет ничего. Нет совершенствования людей в этой области знаний, действий. Нет. Я скажу тебе на меньшем уровне, но на своем уровне. Я практически постепенно прекратил всю работу с телевидением, потому что я считаю, что у нас в России телевидения нет на сегодняшний день. Я один из тех людей, который когда-то начинал молодое телевидение, в конце 80-х мы начали им заниматься. Очень плотно, скажем так, начало и среди на 90-х, когда активно мы все это делали. И, собственно говоря, где-то... Спасибо, мой дорогой. С начала нулевых я постепенно начал это сворачивать, потому что я где-то с 2005 года просто не вижу даже с кем работать. У моей остатки работы с телевидением это дистрибьюция, телевизионная дистрибьюция, как представляю, просто две киностудии. И, соответственно, так как я представляю защитить их неавторские права, периодически я работаю с телевидением. И, соответственно, меня просто удорчает. Потому что я уже об этом много раз гневно писал в фейсбуке, и меня просто удорчает сам процесс даже общения немного. Слава богу, я общаюсь очень мало, потому что как-то я где-то там высоко летаю, и, соответственно, приходится общаться с другим людям, у которых как-то выпивают по полной программе. У меня такое ощущение, что процентов на 90 состоит даже не из родственников, а из людей совершенно случайно. Это очень слабо отражает, чем они занимаются вообще. И как в области кино, так и в области телевидения просто вообще не представляют абсолютно, что они делают. Это я могу сказать о своем направлении. То есть я об этом много пишу в фейсбуке, много пишу в фейсбуке, некоторые необитающие в фейсбуке это не читают, но это не важно. Важно то, что, на мой взгляд, это касается и многих других сфер, которые мне приходится уже скорее как пользоваться. Это касается и моей области точно так. Я думаю, что да. Расскажи. Я прекрасно помню, как, ну я занимаюсь издательским бизнесом, издательским делом, скажем так, это симпатично звучит. Как в 90-е, когда стала появляться компьютерная техника, и все стало делаться на компьютере, например, совершенно исчезла такая профессия, как корректор. Да, это очень просто. Книги, журналы выходили вообще без корректуры. С такими ошибками и было не стыдно. Это в каком году ты говоришь? Это середина 90-х. Начало первого года 90-х. Почему было не стыдно, Сашенька? Можно секундочку поговорить? А потому что пришли другие люди этим заниматься, не те старые школы. А, то есть они думали, что это правильно написано. Да, была смена информации. Буквально дело в том, что в 96-м году прекратилось сдавать газеты, я же начал это с печати именно, да, то есть у меня было телевидение и параллельных газет. Я помню, что в 94-м году с головой. Потому что, на мой взгляд, тогда печать умерла в России. В 94-м году это были последние мои тиражи, которые у меня были газеты «Чудеса, тайные открытия», «Знахарь», «Хохма», некоторые другие. Вот. И я прекратил их издание. Почему? У меня было три корректора. У меня был корректор, который на уровне работы журналистом. Вот я, потому что я пишу с ошибками, сразу говорю, да. Вот. И меня всегда вычищал корректор. После этого у меня поступало в набор. Я это делался на пленке, мы все делали. Там был корректор, который вычищал. А пленки собака проверял корректор в типографии. Которую мы возвращали пленки еще оттуда. То есть, как и положено. У нас было три корректора. И все равно на главной странице было написано «Британская энциклопуля». Ну. Помнишь, да? Конфу забывали. Мы говорим… Да нет, я шучу. Конечно. Так вот, исчезло все. Пришли другие люди, которые решили, что это так просто делать что-либо печатное. Да потом они просто действительно думали, что это правильно написано. Они не понимали, что такое корректор. Писать надо, конечно. Они не понимали. Чем занимается технический редактор? Они освободили всех этих людей в своих коллективах. Деньги. Зарплата лишняя. Зачем? И вот эта дикость хлынула на рынок. Да. Во всем печатаемом. Который тоже был уверен, что, конечно, так и пишется. Заец. И это длилось больше десяти лет. Пока постепенно, очень потихонечку, не стали появляться снова в редакциях люди этих ушедших уже профессий. Технический редактор, корректор. Да. Которые, действительно, стали вычищать тексты, работать с текстами. А где они работают? В редакции. То, что я вижу вокруг и читаю. Не везде. Я же говорю потихонечку. Это те, кто уважает себя. Да. В том-то все и дело. В том-то все и дело. Как за хороший перевод. Что из тех молодых, кто пришел и стал во главе угла этих предприятий, те из них, кому хватило воспитания, не знаю чего, желать стать профессионалами. Я думаю, у них были с наставники просто. Потому что сами они не дошли бы. Не видят. Понимаешь? Человек приходит из некого опыта. Если у него нет опыта, то все возьмется. Хорошо. Так или иначе. Вот только у них стало меняться положение дела. То есть до сих пор есть люди, которые об этом не думают и выпускают гигантскими тиражами то, что невозможно читать. Даже просто не потому, что написано, а как написано. Ну рекламные растяжки висят на улицах. Ну да. И это очень показательный пример. Это и есть исход профессионалов. Потому что корректор старой школы, это было вообще… Попробуй его пройди. Помните начало фильма «Зеркало»? Да-да-да. Как там Терехов в ужасе бежит по этим улицам. Ты знаешь, а тут еще могу… А Дмитрий рассказывает на ухо. Помнишь? Я знаю, что такое пропустил. А кинографический еще пример. Ты говоришь, я бы еще привел сюда пример осеннего марафона. Как ты помнишь там про переводчиков? Как они мучились. Потому что для меня сейчас ужас, что я читаю по переводам, как говоришь. Музыкин, помоги. Как их буквально там, не знаю, бедных вот так вот… Помнишь там, где он учит своих студентов переводить правильно? Это просто… Не знаю… Ну где сейчас такие переводы? А ваш жалкий лебедь только разобщает людей. Да, да. Я почему говорю, что вот это действительно… Просто, ну, как угодно можно относиться к Советскому Союзу, еще раз говорю, но все-таки… Я об этом уже много писал. На мой взгляд, профессионализм, который был там, все-таки просто выразительно выше, потому что… Хотя вот был ГОСТ для начала. Если мы касаемся некоторых продуктов, был ГОСТ. Вот. Кстати говоря, это очень показательно, что в какой-то момент здесь начались договоры, что нужно заменить ГОСТ регламентами, то есть положениями гораздо более щадящими, не настолько жесткими. Сейчас это вроде затихло, но было такое несколько лет назад, 5-6 лет назад. Я не знаю, правда, качество построенного в концлагере оправдывает концлагерное поле? Не, правда. Мы об этом сейчас говорим. Мы сейчас не об этом говорим. ГОСТ можно применять и без советской, скажем так, вот этого, ну, как-то подавительной системы. Ну, наверное, да. Да. Может, нет, давить можно по-другому, как давят предположено в США, там, в Европе давят просто определенными законами. Но есть же ГОСТ на немецких автомобильных заводах. Нет, есть определенные параметры производства в Афганции. Не социальный строй определяет. А, правильно. Нет, не он. Определяет при неправильном социальном строе, внутреннее самоощущение человека, при правильном строе, рынок. А, окей. Который диктует тебя быть грамотным. Иначе не будет. Да, это связанные вещи. Во-первых, рынок. Во-вторых, как бы можно определенными государственными регулированиями, во-первых, поощрять за определенные действия, да, предположим, за использование отечественной продукции, да. Как это во Франции, предположим, делается. Да. И можно, наоборот, облагать серьезным налогом любой инфорт, да. Причем это должно быть разумно. В России тоже налог сумасшедший на ввоз автомобилей, предположим, да. Хотя это бы и черт с ним, как говорится, что я ходил на марку и переплатил свой процент. Это меня, как раз, мало волнует. Вот. А именно, скажем так, вот то, что я говорил о сырье, потому что дело в том, что сырье мало того, что водится за границу, черт бы с ним, оно покупается в основном у китайцев в виде порошка. Вот. Никакого отношения, ну, порошка или такой специальный сиропа. Вот я про фруктовые соки сейчас говорю. То есть, как бы к сокам отношения это не имеет. А краснодарские соки, которые были в свое время очень хорошие в трехлитровых банках, мне очень нравились. И которые скисали, потому что были натуральными. Вот. Собственно говоря, мне вот эти соки, я с удовольствием всегда покупал стаканчик в магазине. Вы знаете, что я вам хочу сказать? У меня совсем все не так в этом смысле. Ну-ка, расскажи. Это удивительно. Значит, я почему-то обдумываю эту тему. Сначала вспомнил высказывание Бродского о том, что не язык есть орудие поэта, а поэт есть орудие языка. Потом, буквально сразу после того, как я эту фразу вспомнил, я напоролся на статью, нет, не в Фейсбуке, а «Ньюзруком» или «Ньюзрукоил», вот эти, да, новостные сайты. Я видел статью с потрясающим названием «Миром правят безумцы и наглецы». Слышал, да? Читал я. Я зашел в эту статью, внимательнейшим образом ее прочел. В этой статье описывается, что во всех известных нам продвинутых, демократических, хорошо структурированных странах и обществах в последнее время к власти приходят непрофессиональные люди, которые достойны уважения и которым надо прислушиваться. А приходят всевозможные, так сказать, чудаки. Ну, если так, да? Эти чудаки перечисляются. Я задумался. И, конечно, третий раз я задумался и уже очень глубоко, когда услышал пресс-конференцию нашего президента. Я, к сожалению, не видел, только видел потом цвета. Да. И вот странным образом эти три столпа, или вот эти вот три кита, на которых стоит планета моих рассуждений, они меня привели к... И вот я себя спросил. А, собственно говоря, что такое профессионал? Вот можно сказать, что профессионал – это человек, который хорошо делает свое дело? Ну, наверное, да. Но мне этого определения недостаточно. Я придумал такое определение сам для себя, что профессионал – это человек, готовый адекватно ответить на вызов эпохи и активно этого вызова для себя ищущий. Вы шифруйте, пожалуйста. В рамках своего дела. Нет, я считаю, что не обязательно. Смотри, это трудно сказать, потому что, скажем, профессионал-философ, он выходит за рамки своего дела. Ну, это только профессионал-философ. Ну, может быть. Но вот это вот, ну, понимаешь... А токарь вряд ли. Минуточку. Есть токарь, который дома пишет картины. И в этом своем хобби он так же к себе требователен, как и за станком. Это очень сложно, Саш. Вот я поэтому остановился бы сам для себя. Я с ним согласен. Я остановился бы сам для себя вот на этом определении. Еще раз скажу. Человек, готовый к активному, требовательному вызову эпохи, готовый адекватно ответить на него, и активно этого вызова для себя ждущий и ищущий. То есть он не просто говорит, ну, эпоха, предъяви ко мне требованию, я готов. Нет. Он ищет. Вот что такое для меня профессионал. Получается, сейчас Россия наполнена профессионалами. Ты понимаешь, в чем дело? Вот давай дальше просто, чтобы я не сбился, потому что я сам пока для себя не могу понять, прав или не прав. Давай, давай, давай. Развейте, доктор. Да. И тогда мы выходим на такой тезис, что исход профессионалов – это одна сторона медали. А вторая сторона медали – это та эпоха, которая не требует рождения профессионала. Ну, это скучная эпоха. Ну, может быть, эпоха не то слово. Ну, век. Ну, время. Период. Ну, период. Вот тот период, который не предъявляет… Понимаете, вот если период времени, в который живет человек, в принципе, не предъявляет к людям высоких требований, ну, не нужны вот этой эпохе профессионалы. То есть, это период отдыха некоторого такого, да? Отдыха, раздумья истории. Страна, история, отдыхает. Да. Да, как бы вот задумался Бог. Чего делать дальше? Не-не, ну, Саш, я наверняка… Да, с каким путем пойти? Я наверняка накручиваю и расшиваюсь. Для меня эпоха – это люди. Поэтому есть некая противоречия. А для меня эпоха – это не люди. Исторический отрезок. Да. Для меня эпоха – это то, что происходит с людьми. А то, что происходит с людьми, Саша, далеко не всегда от самих людей зависит. А это опять фатализм, он говорит… Ну, почему фатализм? Я просто верю в Бога. Ну, хорошо, назови фатализм. Фатализм. Ну, хорошо, продолжай. Как угодно. Так вот, смотрите, да. Во-первых, я обратил внимание на то, что вот эта статья, исход профессионалов поразил вот сейчас не только Россию. Мы можем видеть, как во всем мире… И я получаю письма от своих друзей, живущих в разных странах. Один пишет, что Израиль – это страна воинствующих дилетантов. Другой пишет, что в Америке почти никто не работает, все только слоняются там, да. Третий пишет, что в Германии куда не зайдешь, все пьют пиво и бала-бала. А кто же работает, я не могу понять. Может, это ворчуны все типа нас? Возможно. Возможно. Но, как бы то ни было, с разных концов земного шарика мне поступают сведения о том, что исход профессионалов из всех сфер человеческой жизни – медицина, политика, искусство, да, поразил не только Россию. Тогда, может, получается, есть апокалипсис, как положено. Вот, молодец. Вот я к чему все это, да? То есть, я не отрицаю, что исход профессионалов в России имеет место быть. Я даже готов принять, что он больше, чем в других странах. Пусть будет так. У нас потрясения пришли. Но я хочу сказать, что я не готов этот процесс ограничить только рамками России. При всем моем пристрастном отношении к моей Родине. Да. Значит, дальше. Что мы имеем тогда? Получается, что вот Андрюша меня опередил несколько, да? Получается, что мы все попали в ситуацию, когда Господь задумался, история отдыхает, как угодно назовем, назовите. Вселенная находится на распутии, да? Мир находится в некоем состоянии непонимания, куда идти и что делать дальше. Это называют эпоху постиндустриального общества. Кто-то это называет постмодернизмом. То есть, это состояние, когда никто сейчас не знает, куда идти и что делать. Смотрите, мы становимся свидетелями колоссальных глупостей. Вот это вот война в Ливии, например. Колоссальная глупость. До этого, которая, казалось бы, делается умными людьми. Посмотрите, какие глупые, нерациональные, непонятные вещи делают люди, от которых, казалось бы, мы имеем право требовать и ждать исключительно рассудочных, разумных поступков. Мы можем сколь угодно много и справедливо, Саша, говорить о том, что мы наблюдаем исход профессионалов из нашей жизни по сравнению со временем нашей юности. И это так. Но для меня это только одна сторона медали. Вторая сторона медали для меня, повторю, заключается в том, что что-то происходит со временем. Мы попали в такую эпоху, я не хочу называть ее застой, я не хочу называть ее эпоха перемен, там, болото, не хочу. Я называю ее так, эпоха утраты мейнстрима. Ну, погоди, постоянно же из-за воздействия всевозможного геомагнитного на Луны и каких-то других. Этого я не знаю. Этого я не знаю. Я просто констатирую факт. Как рождались разные Гитлеры в один тоже исторический период в разных странах? Вот молодец, правильно. Вот я очень много улавливаю с 30-ми годами, когда страны Западной Европы не знали, у них не было мейнстрима, они его утратили, они допустили рождение Гитлера, приход к его власти. Гитлеров разных в разных странах. Разных, разных, разных. Я здесь Гитлера пишу с маленькой буквы. Да, да, да. Это же и Сталин, и Муссолини, и кто угодно. Очень много. Очень много, да. То есть, понимаете, когда вот как бы мир впадает в некий ступор, утрачивает мейнстрим понимание того, что делать дальше, тогда начинаются бурные процессы, исход профессионалов, появление политических выскочек, различные течения в искусстве, которые к искусству никакого отношения, на мой взгляд, не имеют, а просто являются шоу-бизнесом. Всевозможные течения философские, абсолютно… Лженаучные. Лженаучные. Да, скажем так, лжефилософские. Лжефилософские, да. Лжефилософские. Появление всяких петриков, которые изобретают фильтры, фильтрующие, так сказать, мысли. Задорно, кстати, с русским языком. Ну, задорно. И так далее, и так далее. То есть, Саш, что я конкретно хочу сказать? Я хочу сказать, что исход профессионалов, на мой взгляд, в данном случае, есть симптом тяжелейшего недуга, который называется предвоенное время. Мы сейчас, мы, не только Россия, весь мир, ну, так сказать, цивилизованный мир, о котором я что-то знаю, да, я в Африке не был, так сказать, мне трудно сказать. Но вот то, что мы называем элудо-христианской цивилизацией, весь мир впал в состояние, сходное с состоянием перед Первой и Второй мировыми войнами. Ну, как и обещано, Третья мировая война, апокалипсисы и так далее. Да. То есть, я не знаю, во что это выльется, но для меня я не готов горестно рассуждать об исходе профессионалов и требовать от кого-то там, от себя, от тебя, от тебя, и требовать возрождения профессионального отношения к делу. Я считаю, что мы стали жертвами и авторами, опять две стороны медали, мы жертвы и авторы некой тенденции, которую я называю предвоенное время. Утрата смыслов. За что бы мы с вами сейчас не взялись, мы сталкиваемся с утратой смыслов. Ничто делать и никто виноват – главный вопрос нашей эпохи. Зачем? Вот вопрос нашей эпохи, самый главный сейчас. Зачем? Никто не может… Ну, как правило, большинство людей не могут понять, зачем они делают то, что они делают. Зачем они живут. Пуркуа. Пуркуа вообще. Да. Вот ведь что, вот меня, например, страшно волнует. И что во мне ужасно болит. И с чем я не знаю, что делать. И вот все эти пасторы, которые предсказывают… Пастор предсказал конец света 21 мая, ацтеки 21 декабря. Да не конец света они предсказывают, а общее ощущение у людей таково, что они ждут чего-то страшного. Почему они ждут чего-то страшного? Потому что бессмысленность бытия потрясает людей. Вот этот разъедающий рак ментальный. Вот этот вот. Может отсюда, как бы, некоторых ступов, о которых я говорил. То есть люди перестали быть профессионалами, потому что просто устали вот от этого нагнетающего энергетики. Ну, это можно уже дальше, Андрюш, по-всякому называть, да? Я просто сам для себя, вот, я ни на чем не настаиваю, естественно. Я просто сам для себя определяю это как вот тяжелейшее апокалиптическое… Ну, это да. Ты рассматриваешь ситуацию с медицинской точки зрения, получается, да? С медицинской философской. Ты рассматриваешь, как болезнь. Как болезнь. Да. Я просто вижу, что мы все тяжело больны. Больны мы только одним. Мы не понимаем, зачем. У нас нет смысла. Я-то рассматриваю ситуацию чисто верхушечную. То есть, как говорится, видя уже… Почему верхушечная? Ты взял симптом. Мы от симптома пошли вниз. Это нормальный медицинский подход. Потому что я с тобой согласен. Да, просто в данном случае я… Почему, говорится, вот с таким пафором я тут кричал, как говорится, и брызгал чаем во все стороны. Вот. Именно потому, что я именно знаю эти направления, и мне удалось застать, скажем так, три вида, да, отношения к этим же направлениям. И меня угнетает, когда я иной раз просто сижу где-нибудь в кафе там, да, и вижу какого-нибудь… Ну, назовем их так, уже пожилого человека, там, лет, там, за 60, который явно когда-то занимался чем-то другим. У него на лбу написано «Я инженер», и который занимается какой-нибудь продажей какой-нибудь туфты, грубо говоря. Ну, это симптом. Я понимаю, да. И поэтому отсюда был дикий крик, который я сейчас готов отчасти взять обратно. Не надо его брать обратно. Не-не-не, эмоции, я просто говорю чисто эмоциональные. Это очень хорошо, потому что человек, который спокойно переживал бы состояние вот этого тотального упадка и тотальной утраты смыслов – это просто мерзавец какой-то. Нормальный человек не может не страдать, не может не переживать, не может не мучиться. Это совершенно нормальная вещь. Потому что в любом случае нельзя… Да, я примерно то, что ты больше с этим согласен, я это осознаю, но в любом случае, когда он успокоит… Я понимаю, что с удовольствием от этих криков, которые вот тут сейчас мы сотрясаем, ничего не изменится. Изменится. В нас. В нас изменится. А это самое главное. Это самое главное. Вот если бы каждый человек смог бы сказать, ребят, во мне что-то стронулось, может быть мы смогли бы отсрочить или даже вообще ликвидировать эту угрозу. В нас столько тронулось. Ну да. Мы сидим три тронутых. Ну, я-то уж точно. Короче говоря, я страшно удручен. Для меня, как я просто хочу обобщить, я страшно удручен. Исход профессионалов, утрата качества, потеря осознания своей роли, полная бессмысленность существования. Вот что происходит. Повсеместно. Повсеместно. Лежать некуда. Некуда. Это предвоенная ситуация однозначно. Совершенно однозначно. Поэтому я вот лично живу как на сковородке. Я постоянно жду, что температура подо мной достигнет критического уровня и я не смогу больше сидеть на этой плоскости. А может мы все уже умерли и в аду? На этой оптимистической ноте. А Саша без чая сидит. Ты что, уже отчаялся? Абсолютно. Нет. Я хотел сказать нечто совершенно иное. А, погоди. Погоди. Ты сегодня оптимистическую ночь? Да. Да. Ну и никто давно не дает. Значит, забудьте все, о чем так пламенно, ярко и трепетно говорил доктор. Запросто. Значит, вопросы бессмысленности бытия занимали определенных людей, для этого нужно иметь определенный статус мышления, всю дорогу, всю человеческую сознательную и сознательную жизнь. От истоков. Значит, то, о чем ты говоришь, я могу понять и принять в том смысле, что это возможные последствия просто информационного общества. Может быть. Огромного количества разнообразной информации, которой не было еще, условно говоря, позавчера. И позавчера из-за этого жизнь была спокойней, медленной, и была иллюзия, что она более осознанная. То есть она такой и была, и была не иллюзия. Сейчас, когда с каждым месяцем, даже не годом, все убыстряется, способ передачи информации убыстряется и качество, все убыстряется. У нас, у некоторых из нас появляется это ощущение приближающегося апокалипсиса. Я думаю, мне кажется, я чувствую, что это просто ощущение. Дай Бог, это просто ощущение. По большому счету, пока еще, принципиально, жизнь радикально не изменилась. И ценности, которые в ней существуют, любовь, семья, их не так много. Они по-прежнему имеют место быть. Странные поступки человечества, странные войны были и раньше. Я не вижу, лично я, по ощущениям, принципиального изменения ситуации на уровне мира. Что вот мы прошли некую точку, после которой мы изменились. Ну и скажем, мы катимся куда-то. Вот этого я лично не чувствую. Вот на этой оптимистической... Называется? У меня же горло есть говно. Нет, там не так. Если ты называешь это так. Нет, 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 не надо так говорить. Ты, Андрюш, знаешь, давай все-таки мы будем придерживаться профессиональных стандартов. А, фекалий. Нет, 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 нет. Зачем? Я в этом смысле хочу вспомнить фразу, предстательную фразу из дневников Гашика. В дневниках Гашика есть потрясающая фраза. Вы все мерзавцы читаете через дневники. Почему? Прекрасная фраза. Все говно, кроме мочи. Ну да. Прекрасно. Вот на этой оптимистической ноте... Выпим чаю. Да. Со слава богу, не говно. И не моча. Ну вот через какое-то время превратится. Прямо сейчас? Нет. Доктор Падеттонин? Да. Откуда ты знаешь? Я догадываюсь. Абсолютно. Серьезно? Серьезно. Пока, пока, пока.